Профессию футболист, в общем, различные такие мячики можно под праздник и играть. А еще дизайнер, пожарный, блогер и ветеринар. В парке Раздолье можно было узнать про разные профессии, а также поучаствовать в забеге, розыгрышах и викторинах. Для ребят организовали праздник, который посвятили Дню защиты детей. Прошли соревнования по пляжному волейболу, и тоже детей знакомят с профессиями повара, с профессиями бариста в наших кафе. Также сегодня в парке Раздолье в амфитеатре состоится концерт выступления оркестра Балина, нашего известного, и все локации работают в открытом доступе. Ольга пришла в парк на праздник вместе с внуком. Даниил поучаствовал в забеге и выиграл свою первую награду – медаль. В планах еще много полезных активностей, признается жительница. Мы часто ходим в парк, потому что мы рядом живем. Парк замечательный, нам очень нравится. И на велосипедах катаемся, и на всем лазеем. Программа была насыщенная, не обошлось и без аниматоров. На праздники они веселили и взрослых, и детей. По мнению отдыхающих, в парке всегда много интересных активностей. Здесь очень здорово, здесь очень много площадок, много всяких развлекательных активностей для ребенка. Очень любят веревочный парк. Сегодня прям попросила, говорю, поедем либо на речной вокзал, либо куда. Она говорит, поехали, где веревочный парк. Поэтому ребенка очень любит, поэтому часто посещаем. Парк Раздолье давно стал местом притяжения для жителей не только Одинцовского округа, но и других муниципалитетов. Сочетание природы и разных зон для отдыха – отличное решение, чтобы провести здесь свой выходной день. Наталья Гончарова, Екатерина Крамор, Фарид Харидинов, телекомпания Одинцова.